Аномально холодная для декабря зима стала причиной гибели нескольких человек. Люди просто замерзли насмерть. Все жертвы в основном бездомные. Этот бродяга в поисках тепла забрался в колодец теплотрассы, но согреться не успел. Доставать его тело пришлось городским спасателям. Хотя милиции на всякий случай придется проверить и версию насильственной смерти. А на ЧТЗ, скопившийся на крыше снег, привел к обрушению кровли автосервиса. Разбирать завалы пришлось опять спасателям. Наш корреспондент побывал на месте ЧП. Это уже последствия ЧП от автосервиса на улице Лебединского, остались руины. Но очевидцы уверяют, виной всему стал не снег, а газовый баллон. Перед тем, как крыша обрушилась, в соседних домах слышали взрыв. На место происшествия были направлены кинологические расчеты, которые обследовали площадь обрушения. Она составила примерно 60 квадратных метров. Собаки показали, что никого под завалом нет. Накануне здесь работали спасатели. Думали, под завалами люди. К счастью, обошлось без жертв. А, ну вон она там. Вот там. Я ее вчера видел еще. Еще ездила? Нет, я ее вчера видел, потому что она стояла там. Ну видно было, здесь, видать, засыпали они. Сейчас под завалами находится лишь машина. Рухнувший потолок превратил восьмерку в груду железа. Он пристраивался гораздо позже. У меня-то был гараж раньше построен. То, что у нас стенка-то не совместная, а фундаменты разные. Так что я за свой гараж не боюсь. Соседние гаражи чудом не пострадали. А ведь взрывом их тоже могло разрушить. Взрыв был, действительно. Потому что мертвым можно было разбудить в этом плане. Я соскочил, в окно смотрю, уже вижу, что это свалится уже. И баллон здесь газовый стоял. Красный, что видно было. Известно, что гараж под автосервис арендовали пара молодых людей. Накануне они проводили здесь сварочные работы. Возможно, нарушили технику безопасности. Только предположить, что газ можно. Газовый баллон, я сам видел, что отсюда доставали они.